здравствуйте друзья во второй части уроков про аддоны мы с вами поговорим про очень полезную интеграцию которая называется хакс хакс это аббревиатура от home assistant community store по сути это целый магазин аддонов который включает себя плагины различные интеграции карточки lowlays темы скрипты и проще которые разрабатывают пользователи home assistant идея заключается в том чтобы все десятки удобнейших компонентов которые разбросаны по github находились в одном месте устанавливались обновлялись и удалялись по одному клику для хакс необходимо учетная запись на github так как данные он берет оттуда если аккаунта у вас еще нет его нужно создать напоминаю что все нужные ссылки находятся в текстовом файле урока вводим имя пользователя свой адрес электронной почты создаем пароль подтверждаем на картинке свое человеческое происхождение далее выбираем бесплатный план отвечаем на вопросы можно рандомно внизу нажимаем на кнопку завершить настройку теперь нам нужно создать токен ссылку на страницу берем из того же файл меню генерации токена задаем свое произвольное имя и запускаем генерацию ключ будет показан только один раз поэтому его нужно скопировать где-то сохранить теперь нам нужно скачать последний релиз хакс ссылку берем там же это один файл архив извлекаем содержимое архива и у нас получается папка с названием хакс теперь нам пригодится сетевой доступ который мы сделали в первой части 9 урока в основной папке конфиг создаем папку кастом компонент и в нее копируем папку хакс с файлами аддона вот мы ее уже видим из файл эдитара на сервере хом ассистом теперь нужно перезагрузить сервер для применения настроек после перезагрузки нужно прописать аддон в конфигурационном файле как вы знаете я предпочитаю делать это вручную не через гуи но можно добавить и через интеграцию здесь нами нужен сохраненный ранее токен токен можно спрятать файл секретов оставив конфиге ссылку на него эта же ссылка указывается в секрете напротив него пишется токен система будет его подставлять вместо ссылки еще раз перегружаем хом ассистом после перезагрузки в панели появится новая иконка хакс сначала запускается мастер подключения магазин имеет несколько страниц разделенных по категориям интеграции здесь находятся различные кастомные компоненты эссенции плагины тут можно найти много интересных карт лоулейс набор различных приложений темы для оформления интерфейса давайте для начала установим какую-то тему например темную гугловскую установка крайне простая кликаем на нужную карточку инсталируем тем для того чтобы темы стали видны в системе могли применяться нужно единоразово прописать их конфиге хакс будет устанавливать папку темы путь не нужно и указать можно проверить не уже находится установленная нами тема она же будет видна на первой странице хакса в списке установленных также давайте установим еще одну полезную интеграцию правда она подходит только для платформ raspberry она мониторит качество нога питания одноплатника установка такая же простая одним кликом это интеграция требует перезагрузки home assistant которую можно запустить прямо отсюда после перезагрузки у нас будет доступна к установке тема для всех последующих тем перезагружать home assistant уже не нужно можно ставить и тут же пробовать а для сенсора энергомониторинга его нужно прописать платформа уже есть системе пропишем его в папке сенсоров файле system.yaml платформа называется rpi power после перезагрузки в меню состояние ищем сенсор rpi power он имеет текстовое состояние сейчас все в порядке сразу пропишем его в лавлейс а Субтитры сделал DimaTorzok Вернемся в Hax. Тут на первой странице уже три кнопки. Две интеграции, сам Hax и сенсор энергопотребления. И одна тема. А вот так выглядит установленный компонент. Видна установленная в системе и последняя в репозитории и версия. При обновлении тут появится кнопка обновить. Тут же есть кнопки переустановить и удалить компонент. Кнопка репозитория открывает страницу компонента на гитхаб. Тут можно найти расшифровку всех кодов, доступных этому сенсору. Ноль это когда все работает хорошо, все остальные связаны с плохой работой источника питания или перегревом устройства. Последняя вкладка настройки. Она позволяет добавить в Hax репозитории, которых в нем еще нет. Это K-Custom в Кастом. Hax стал так популярен, что все в своих компонентах стараются сразу сделать его поддержку, чтобы его можно было сразу добавить в общий магазин. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok